Привет всем, друзья! Сегодня я покажу относительно новый продукт от компании PadMate. Выпускает она несколько моделей наушников. Самый известный из них это PAMU Slide и PAMU Slide Mini. Сейчас была выпущена новая модель PAMU Unique, то есть уникальная. Поставляется в такой большой коробке. Здесь красуются надписи Qualcomm aptX, потому что чипсет здесь используется в принципе один из наиболее хороших популярных QCC 3020. Bluetooth 5.0, двойной микрофон для шумоподавления, IPX6 водозащита, 10 часов музыки, емкость кейса 400 мАч. Внутри вот такая вот коробка. Сразу скажу о том, что мне не понравилось. В любой практически модели от PAMU, от PadMate, открываешь коробку и здесь вот наушники спрятаны под вот таким вот жестким пластиком. Пока наушники едут к вам, лежат где-то в магазинах или в китайских посылках, они неизбежно, пластик трется об вот эти вот наушники. По итогу, видите, получается, что краска на ваших наушниках немножко или у кого-то больше, у кого-то меньше стирается. Я не раз уже писал производителям об этом недостатке, но пока что они не реагируют. Для чего подкладывать вот такой вот относительно жесткий пластик сюда, чтобы по итогу вы получили поцарапанные наушники, мне непонятно. Внутри спрятан вот такой вот зарядный кейс открытый и сами наушники. И если кто-то не знал, то скажу, что внутри коробок PAMU Slide, PAMU Slide Mini и PAMU Unique полностью одинаковые наушники. То есть отличаются только зарядными кейсами, коробками и так далее. Левый и правый наушник в этих трех моделях полностью одинаковые. То есть любой кейс из этих трех моделей подойдет к данным наушникам. Сами наушники выглядят вот так. Вот анатомическая форма, довольно неспецифические. Процентов 10 людей говорят, что они им не подходят по форме. Довольно-таки крупные и для нежного маленького женского уха, либо для детского, возможно, будут великоваты и придется менять амбушюры. Именно вот эти наушники PAMU Slide Mini, PAMU Slide, ну и соответственно сейчас PAMU Unique, являются на сегодня, в принципе, одними из самых качественных, балансированных по цене-качеству. Также минус данных наушников, на мой взгляд, в том, что постоянно мигают диоды. Раз примерно в 5 секунд они мигают, люди закрашивают черным маркером, либо заклеивают какими-то кусочками скотча. Коробка вынимается, здесь спрятаны аксессуары. Внутри вот такой вот мешочек из кожзама. Описание амбушюр, что есть SML, то есть маленький, средний, большой, а также есть со значком плюс для экстра глубокого баса. Вот SML плюс, здесь обычный. Type-C кабель, также инструкция, к сожалению, на русском языке нет. Также один из минусов этих наушников в том, что трек можно перематывать правым наушником и только вперед. Народные умельцы на сайте, на форуме 4PD сделали специальную программку. Ставите ее отдельно, приложение под Android. Тогда сможете перематывать, заменив кнопку Google Ассистента, двойной клик на левый наушник, сможете перематывать трек назад. Иначе по умолчанию трек назад не перематывается. Долго зажать наушники, левый это уменьшит звук, правый увеличит. Зарядный кейс вот так вот выглядит. Очень легкий для своего размера, я думал он будет намного тяжелее. Здесь можно было засунуть, я думаю, аккумуляторы побольше. 400 мАч, в наушниках примерно по 85. А под D тут намного меньше 100%. Максимум два раза он сможет полностью зарядить оба наушника. Внутри этой коробочки вот такой вот переходник. Вставляете его вот сюда вот. И все, кейс у вас становится беспроводным. Если есть дома беспроводная зарядка, ставите кейс на нее, и он будет заряжаться без проводов. И последняя коробочка, которая идет в комплекте с Unique. Здесь у нас с вами три обложки. Вот такая вот. В чем смысл? Ее можно нацепить на кейс. Вот видите, вот здесь вот она хорошо входит магнитиками в пазы. Закрытый, и одновременно для кого-то он будет красивым. Вот такой вот. Наушники будут прятаться здесь. Открыл, закрыл, чтобы не попадала пыль, грязь, ну и даже оттолкнет воду. Вот такой. И вот такой вот. Ну и этот, мне кажется, наиболее приемлемый для мужского пола. Но все равно решение довольно-таки спорное. Была выпущена вот такая вот модель с таким кейсом. Плюс вот эти вот обложки. Мне кажется, это больше ориентировано либо на какую-то другую культуру. На китайцев они любят всякие блестки, побрякушки. Либо, не знаю, может какая-то цыганщина. Некоторые из вас назовут ее именно так. Данная модель не будет настолько популярна, как Pamu Slide, либо Pamu Slide Mini. Которые выигрывают либо за счет своих маленьких размеров, либо за счет Pamu Slide огромного кейса. Здесь же платить по сравнению с Pamu Slide Mini плюс 30-35 долларов наклейки за эти кошельки, но я думаю, далеко не каждый захочет. Наушники держатся в кейсе очень хорошо за счет магнитов. Когда заряжаются, горят диоды. Присутствует голос английской женщины. Pairing, Power On и все остальное. Power On. Пairing. Кейс немного непрактичный за счет того, что он неустойчиво стоит на какой-либо ровной поверхности. Также в карман его будет вставить, если у вас уже где-то лежат ключи, либо телефон. Будет тоже довольно-таки сложно. Включаем Bluetooth на телефоне. Первый раз сопрягаем. Все подтверждаем. Pamu Unique подключена по C-кодеку на телефоне Redmi Note 8 Pro на MTK. Если у вас будет поддержка APTX, то подключится по APTX кодеку. Наушники проработали на максимальной громкости 8 часов 15 минут. Это один из лучших показателей, если не сказать лучший, для всех вот таких вот наушников. Диоды постоянно синхронно, либо не очень синхронно мигают примерно раз в 5 секунд. Задержки звука на YouTube абсолютно нет. В играх есть какая-то мили-задержка, сравнимая с любыми более-менее нормальными наушниками. Таких как Transmart Spunky Beat, либо Onyx Neo, либо Funk LAI и так далее, которые имеют вот такой же чипсет 3020. Задержка очень мала и практически незаметна. Правильно подобранными амбушюрами бас получается очень хорошим на уровне тех же Sabat E12 Ultra. Вообще звук в этих наушниках очень похож на Sabat E12 Ultra. И микрофоны, и басы, и средние, и высокие. Плюс-минус эти наушники одинаковые, только имеют немного разное строение, разный форм-фактор. Сенсоры на наушниках работают прекрасно. Один раз на любом Play Pause, два раза на правом трек вперед, зажимаем левый, звук последовательно уменьшается. Зажимаем правый, звук последовательно увеличивается. Два раза тапаем на левом Google Assistant, который можно при помощи специальной программы, скачав на 4PD, ее заменить на перемотку трека назад. Басы мощные и глубокие, и являются одними из лучших в такого рода наушниках. Переизбытка не по среднему, не по высоким нету. Даже на максимальной громкости не запирают высокие, не пропадают басы, и все играет в принципе чисто и хорошо. Микрофоны здесь хорошие, звук чистый и в тихом, и в шумном помещении. Однако на улице, либо еще где-то, очень хорошо слышно окружающие шумы. То есть, когда вы с кем-то разговариваете, ему очень хорошо слышно, что дует ветер, либо проезжают рядом машины, либо что-то еще шумит. Двойные микрофоны, это везде так, шумоподавление, оно так работает. Использовать как рядовую гарнитуру эти наушники можно, и качество звука будет приемлемым. Ну, на улице уж там, где какой-то буран-ураган, конечно, качество будет похуже. Сопрягаются со смартфоном они очень быстро. Запаса громкости особого нету. Никакого белого шума, когда звук на паузе, замечено мной не было. Можно слушать аудиокниги. Прячем правый в кейс. Левый продолжает играть, все в порядке. Достаем правый, сразу же он заиграл. Прячем левый, видите, левый нужно прижать. Правый переподключается сам, так как левый был главным. Сказал connected и заиграл, но очень тихо, нужно подбавить громкости. Все в порядке, теперь давайте вытащим опять левый. Пейринг, connected, все подключается. Довольно-таки долго происходит переключение с левого на правый, справа на левый. Как слышно? Нормально? Заметно, что я наушник? Нет, незаметно. Хорошо слышно? Да. Заходим на официальный сайт и смотрим. По унику, то есть наушники с кейсом и тремя наклеечками, два варианта там, наклеек, стоят 89 долларов. Либо такой вариант, либо такой. Плюс вот эта штука продается отдельно. Переходник на беспроводную зарядку и стоит там аж 20 долларов. Там же, на официальном сайте, на сегодня наушники PAMU SLIDE MINI стоят примерно 56 долларов. Решать, покупать или нет, конечно же, только вам. Спасибо, друзья. До встречи. Скоро увидимся.